МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа совета попалых и ведущая Вячеслав Суботин. И Павел Фёдоров. Сегодня мы начинаем довольно грустную зимнюю тему. Нужно подготовить наши автомобили к зиме. Вячеслав, я знаю, что многие просто ставят машину в гараж и пересаживаются на транспорт. Отличная подготовка. Отличная подготовка. Таких водителей называют подснежники. Как только растает снег, они появляются на рогах. Но в мегаполисах таких уже не осталось. Если где-то далеко, не в нашем районе, то это возможно. А для всех остальных сегодня пару советов о том, как подготовить любимый автомобиль к зиме самостоятельно. Готовь сани летом. Как перезимовать без проблем. Лампочка, лампочки рознь. Выбираем идеальную пару. Вылечить аккумулятор и не взорваться. Давим на массу и заводимся. Готовиться к зиме надо тщательно. Она преподносит сюрпризы. Посмотрите, прежде всего, какое масло у вас было залито в двигатель. Если знаете, что предстоят суровые морозы, а эта зима, как говорят синоптики, будет крепкой, я бы непременно поменял масло на полностью синтетическое и хорошего качества. Синтетическое масло чем хорошо? Тем, что у нее стабильные температурные свойства. То есть она сохраняет вязкость как при высоких температурах, так и при низких температурах. Оно текучее. Второе, что нужно, конечно же, посмотреть, как долго работает охлаждающая жидкость. Если она отработала больше положенного срока, скажем, уже больше трех лет, а то я уже не говорю пяти лет, пора менять. Вот она тоже теряет свои качества. А главное, она не противостоит коррозии. А коррозия в системе охлаждения, она пагубна. Последнее, на что стоит обратить внимание, конечно, это на систему зажигания. Да, у современных моторов она отлажена, она сама себя регулирует, но не бесконечно. У нее есть диапазон. Так вот, в морозы я бы поставил свечки не те, что рекомендованы заводом, а чуть погорячее. Если вы вдруг вышли, пытались завести мотор после влажной, осенней такой погоды, а он начинает подтраивать, то не нужно торопиться сразу ехать в автосервис. Возможно, поможет обычный баллончик, который вытесняет воду из высоковольтных проводов. Ну, стоит просто обработать. Даже знаете что? Сделайте так. Как только подъехали, знаете, что у вас такие проблемы, и перед тем, как поставить машину на парковку, откройте капот. И вот так вот возьмите и обработайте вытеснителем ваши высоковольтные провода. Хуже не будет, будет только лучше. Вот эти простые советы помогут вам благополучно и успешно отъездить и начало зимы, да я думаю, и всю зиму, до самой весны или до первого профессионального обслуживания. Друзья, вы продолжаете к нам писать программу, это правильно, но подчас ваши советы рождают в нашем коллективе большие споры. Например, Алексей прислал нам совет про то, как выбрать одинаковые лампочки для своего автомобиля. И мнения наши разделились. Я считаю, что это абсолютно бесполезно, потому что никто этим не пользуется. Ну, это все равно, что выбирать и проверять в одной упаковке яйца, одинаковые ли яйца по размеру в магазине. Но Вячеслав Суботин считает, что это... Это очень полезный и хороший совет. Так же, как яйца. Нужно открывать коробочку в магазине яйца и проверять, битые или нет. Одинаковые нет, так и лампочки. Одинаковые светящие лампочки в фарах – это хорошо освещаемая дорога и безопасность на дороге. У меня в руках две лампочки по 55 ватт каждой. Это лампочки дальнего света. Наш бывалый Алексей Бобров утверждает, что по яркости на деле лампочки могут сильно отличаться, и поэтому необходимо их сначала проверить. Это можно сделать очень просто. Важно их последовательно соединить между собой и с источником питания, и разница будет видна невооруженным взглядом. Что мы сейчас и сделаем? Возьмем кусочки провода, чтобы сделать небольшого жучка. Здесь мы их соединяем. Итак, вот она, наша гирлянда. Теперь аккуратно подключаем к аккумулятору, аккуратно, потому что лампочки сильно нагреваются, и смотрим. Внимание! Ну, а теперь контакт! Работает! Как вы можете убедиться, лампочка, в данном случае Philips, маленькая, светит гораздо менее ярко, хотя, казалось бы, обе лампы одинаковые. Это менее яркая, и свет у нее более теплый. Соответственно, нежелательно эти две лампочки ставить рядом. Ну, кроме того, понимаете, что проверить лампочки можно в каждом автомобильном магазине, там есть специальные для этого 12-вольтовые розетки. Поэтому прежде чем ставить лампочки в фары головного света, убедитесь, что они светят одинаково. Спасибо вам большое, Алексей! Ваш совет действительно работает, и вы получаете приз от нашей программы. Вячеслав, я все-таки убежден, что самое слабое звено любого автомобиля зимой – это аккумулятор. По крайней мере, эту деталь все проклинают больше всего. И с первыми морозами чаще всего спрашивают в автомобильных магазинах. Ну, это, конечно, не главная деталь, но существенная, и ему требуется внимание. Не надо бежать его сразу выкидывать, его можно обслужить. И тогда он послужит не год-два, а то и три, пять, а может быть даже и семь лет. На следующий день есть два типа аккумуляторов – обслуживаемые и необслуживаемые. В принципе, это одни и те же аккумуляторы, просто в одних закрыт доступ к электролиту, закрыт доступ внутрь аккумулятора, а в других он открыт, его можно обслуживать. Разница только в этом. Так вот, я рекомендую, если машина уже поездила достаточно, не новая, скажем, ей уже больше двух лет, то батарею в любом случае перед зимой, перед морозами зарядить. А перед тем, как зарядить, ее надо, конечно, разобслужить. Важно очистить батарею, промыть ее, и лучше всего это сделать раствором соды. Тогда эта щелочная среда, она нейтрализует кислоту. Вымыть, чтобы грязь туда не попала. Открыли, берем фонарик, это следующая операция. И давайте посветим туда и посмотрим уровень электролита. Следующий шаг. Нужно батарею зарядить. Но будьте опять внимательны. Выделяются отсюда довольно взрывоопасные газы. Поэтому помещение должно быть хорошо проветриваемое. Как только зарядка останавливается, вот здесь есть индикатор, он показывает, что ток практически не идет. То есть зарядного тока нет, это означает, что достаточно батарея хорошо зарядилась. Проверяем плотность электролита. Накачиваем. И смотрим. Плотность заряженной батареи должна быть примерно 1,27, 1,26, 1,28. Это максимум грамм на кубический сантиметр. Такова плотность. Просто вот по рискам, которые здесь определяются, всплывает поплавочек, и мы определяем. Если плотность недостаточно, а батарею, в общем, мы заряжали интенсивно, тогда нужно долить будет уже сюда электролитр. Так, чтобы он скрыл батареи, и над батареями примерно был 1 сантиметр уровень. И опять заряжаем батарею. Как правило, этого бывает достаточно для того, чтобы батарея ожила. Да. И особое внимание, конечно же, клеммам. Нужно обязательно зачистить и смазать специальной токопроводящей смазкой. В принципе, если даже под руками нет такой смазки, годится любая. Даже Литол-24. Тогда машина будет у вас в мороз заводиться, как говорят профессионалы, с полпинка. С первыми морозами я вижу, как автомобилисты пытаются завести свой автомобиль. Происходит это иногда так. Садятся, ключ на старт, жик-жик-жик, и мотор останавливается. Павел, как думаете, в чем причина? Ну, аккумулятор, очевидно. Вы так думаете? Ну, один из вариантов. А еще? Ну, если нет, друзья, тогда могут быть и другие причины. И найти их можно с помощью вот такого вот устройства. Это не властер, Вячеслав. Это нагрузочная вилка. Я покажу, как она работает, а заодно, как найти эти самые причины. Любимая машина заводится с трудом, стартер еле-еле крутит. Это проблема. Если холода усилится, то вы точно не заведетесь. Однако, не спешите грешить на аккумулятор или, собственно, сам стартер. Проблема может быть в другом, а именно в массе. Чтобы это узнать, вам понадобится вот такой вот нехитрый прибор. Так называемая нагрузочная вилка. Освобождаем аккумулятор. В современных автомобилях они далеко. Вот этим, ровно специальным, ищите какую-то железную деталь на двигателе, то бишь саму массу. Ну, как правило, кронштейн, за который двигатель поднимает в случае ремонта. Ну, а, соответственно, вот этим стержнем, тут специально даже отмечено плюс, вы ищите плюсовую клемму аккумулятора и, соответственно, к ней подключаетесь. А теперь вам нужен ассистент, который, собственно, и будет заводить автомобиль. Слава, давай! В тот момент, когда происходит пуск автомобиля, нагрузочная вилка должна оставаться полностью в покое. Стрелка не должна перемещаться ни вправо, ни влево. Это означает, что у вас все в порядке, цепь цела, и автомобиль работает. Если же есть какие-то отклонения, это означает, что вы потеряли массу. Более чем в половине случаев плохого пуска зимой виновата именно масса. Поэтому в первую очередь ищем неисправность здесь. Это провод, который соединяет минусовую клемму аккумулятора с кузовом автомобиля. Либо второй провод, который, собственно, соединяет непосредственно мотор с кузовом. И только потом, если здесь неисправность найти не удалось, мы уже лезем в аккумулятор, стартер и так далее. И еще один момент. Лучше это сделать заранее, до наступления по-настоящему серьезных холодов. Ну вот еще одна программа подошла к концу, дорогие друзья. Мы, как могли, пытались подготовить себя и вас к зиме. Надеюсь, что некоторые советы пригодятся. Как вы считаете, что... Да я даже ни в коем не сомневаюсь. Ему воспользуются ловкие автомобилисты. Да, ну и все-таки мои извинения Алексею Боброву. Действительно, совет с лампочками работает. И Алексей, как и все наши зрители, кто присылает к нам интересные советы, получает приз от нашей программы. Это была программа Совета бывалых. И ведущая Вячеслав Суботин. И Павел Федоров. Пишите, звоните к нам. Мы ждем ваших советов. Редактор субтитров А.Семкин